Медиагруппа «Авангард» представляет что сессии, однако, поскольку мы все-таки осуществляем и другие векторы атаки, например, через социальные сети или через телефонные звонки, я немножко и про это тоже упомяну. За последние три года подбили как раз число по фишингу, по успешным и неуспешным рассылкам и, в общем, в целом примерная статистика по нашим проектам. В принципе, очевидно, что за последние три года у нас число неуспешных рассылок, либо тех рассылок, с которыми мы достаточно плотно взаимодействовали с заказчиком, то есть, грубо говоря, там просили у него добавить нас в исключение, либо совершить какие-то еще разрешающие действия, но, в принципе, растет. То есть, если у нас, например, в 2018 году было там порядка 20% неуспешных рассылок, то в 2019, в прошлом году уже получается, мы уже практически добрались до 50%. Соответственно, с чем мы связываем подобную статистику? Это с тремя техническими способами и с одним организационным. В принципе, вот здесь вот вы видите как раз на слайде все эти три способа. Первые три, я сейчас дальше немножко в следующих слайдах уже подробнее расскажу, четвертый будет в конце презентации. Начнем с первого способа, это использование сторонних почтовых провайдеров. За последнее время мы достаточно часто начали сталкиваться с компаниями, которые в качестве своего почтового провайдера используют некую стороннюю компанию, например, Google, Mail, Microsoft и прочее. В целом, несмотря на то, что с нашей точки зрения, как специалист безопасности, это есть определенные риски, как, например, утечка, либо данных, либо возможная недоступность данной услуги. Сами по себе почтовые права в сервисе сторонние представляют встроенные услуги по фишингу, по антифишингу, как, например, оценка соответствия, в принципе, оценка писем. В целом, как и для такой, для нас это плохо. Как пример из жизни приведу следующий вариант, что мы для одной ритейл-компании делали рассылку, как раз у которой бы почта была на внешнем провайдере. Собственно, получилась следующая ситуация, что первые, например, 20 писем у нас ушло легко и подобно, следующие писем на 20 у нас ушло задержкой примерно в час, а следующие 20 у нас были забанены полностью. Как вы видите, достаточно для нас тяжело. Следующий способ – это, естественно, технические средства защиты. Песочницы, DLP, антивирусы и прочее. Они для защищающих достаточно хороши, поскольку помогают тонко настраивать систему защиты. Для таких крайне тяжело обходятся, поскольку, например, если брать по фишингу и письма, то в нашей практике происходило вырезание как вложений, в том числе, например, зашифрованных архивов, так и, например, ссылок на фишинговые сайты. При этом, однако, уточню, что в данных вариантах все-таки у нас получается обходить, поскольку есть, во-первых, очевидные ограничения у самих инструментов, как, например, ограничения по размеру проверяемого вложения, так, например, и некоторые ошибки. Опять же, для одной финансовой организации, как следующий пример из жизни, мы опять же проводили фишинговую рассылку, где сам сценарий был как отправка некого вложения. Мы провели порядка 20 тестов по данной рассылке, именно как вложение видеоархива, и выявили, что один из вариантов архива не удаляется. При этом, несмотря на то, что в самих логах почтовой песочницы и в письме возникают типовые оповещения, что как бы все очищено, все удалено, что письмо обеззаражено, но при этом архив все равно проходит, и пользователи его открывали. Ну, как результат, мы, естественно, получили отстуки от нашей нагрузки. Данную ситуацию мы делегировали на вендора, и вендор признал, что это именно ошибка в самом устройстве, ну, в самой почтовой песочнице. Это как из примеров того, как это можно дело обходить. Следующий вариант – это именно те расширения протоколов почтовых, которые… ну, не только почтовых протоколов, которые на текущий момент существуют. Их, как правило, их три – это SPF, Dekim, DeMarc. Соответственно, достаточно известные, легко настраиваемые штуки, и если вы их не используете, я крайне рекомендую их использовать. Я немножко дальше скажу, почему. Собственно, если вы не сталкивались с этими вещами, то давайте вкратце SPF – это Sender Policy Framework. Это как раз расширение протокола, которое позволяет указывать, какие почтовые сервера могут отправлять почту от имени вашего домена. Dekim – это, по сути, репутационная… это справа подпись и репутация писем. А DeMarc – это, по сути, расширение, которое позволяет определять, каким образом реагировать на письма с Dekim и SPF. Я здесь кратко сделал небольшое отступление на тему того, как мы, в принципе, рассылаем фишинговые письма. У нас есть, собственно, отдельный фишинг, домен поднятый, и, соответственно, программный аппаратный комплекс под это. Мы для него, соответственно, настраивали SPF Dekim, DeMarc, корректно, чтобы наши письма проходили через спам-фильтры. Однако, поскольку наш домен является недоверенным, мы часто сталкиваемся с ситуацией, что письма, которые у нас уходят с нашего фишингового домена, они как раз из наличия вот этих политик SPF Dekim, DeMarc, они зачастую улетают в спам. Если у заказчика, например, не настроена жесткая политика отбрасывания всех недомеренных. Причем зачастую это улетает даже на этапе промежуточных релаев, то есть письма зачастую могут даже не доходить до конкретно финального почтового сервера. Поэтому это достаточно очень удобная штука для защиты, крайне легко настраивается. Если ее нет, то я как минимум рекомендую ее точно настроить. очевидно, что любым тонким звеном у нас являются люди. То есть, как уже говорили коллеги, что люди либо излишне доверенные, либо у них есть какие-то финансовые собственные желания, из-за которых они на наши письма реагируют. Соответственно, тут приведу просто два таких интересных примера, которые мы проводили именно связанные с излишним доверием людей. Один из вариантов это был как раз наша типовая фишинговая рассылка с вложением, в которую мы сделали одну ошибку, мы ошиблись с паролем. То есть, мы прислали сотрудников и клиента в архив с неверным паролем. И на удивление мы через некоторое время обнаружили, что сотрудники нам об этом написали, сказали, что извините, у вас неправильный пароль, пишите новый. Ну, мы как хорошие люди, естественно, им прислали новый архив с новым паролем. И, естественно, получили, соответственно, отбивку от наших вложений. Следующим вариантом это был та рассылка, которую проводил, по-моему, лично я. Здесь у нас была, мы тоже проводили рассылку, здесь уже был именно сценарий с ссылкой на фишинговый сайт. Здесь был один момент, что в нашем случае у нас не получилось делать подмену отправителя. То есть, как правило, мы фишинговые рассылки проводим с подменой отправителя, что письмо выглядело пришедшим как сотрудник компании. В данном случае заграничение техническое у нас не сработало, и письмо ушло с одного из внешних почтовых доменов. То есть, это прямо явно было видно в заголовке письма. Но при этом через некоторое время я на удивление увидел, что сотрудники пишут в ответ на письма, что ваш сайт не работает, что мы ввели учетные данные, ничего не получили. Тоже было достаточно удивительно увидеть, что люди, даже несмотря на то, что письмо явно было фишинговым, они все равно как бы решили с атакующим пойти на какой-то личный контакт, сообщить ему о собственном, об ошибке этого человека. Мы решили как раз, исходя из этих способов, отойти на сторонние вектора, такие как, например, на телефонные звонки и социальные сети. И здесь достаточно интересно уточнить, как у нас люди реагируют именно на социальные сети, извините, на телефонные звонки. Мы достаточно часто делаем именно обзвон с просьбой, например, поменять пароль, либо сотруднику, либо самого сотрудника сменить пароль. И здесь мы столкнулись с такой интересной вещью, как то, что люди практически в 100% случаев идут нам навстречу. Они либо меняют пароль для себя, либо они просят кого-то помочь, если у них самих не получается, либо они просят нас подождать и перезвонить позже. В некоторых случаях тоже такое было, если они не могут какую-то задачу решить, например, сейчас. Мы в данном случае столкнулись с каким-то явным недоверием к нашим персоне только в двух случаях, когда в наш обзвон телефона входили руководящий состав, который прямо сказал, что эта задача не их, и чтобы мы писали в техподдержку. Здесь в данном случае, да, здесь уже получается такой момент, что в этом случае нас не удалось. Ладненько, теперь перейду как раз к этому слайду, что несмотря на то, что у нас видно, что с течением времени все равно фишинг все меньше и меньше успешный, как с точки зрения токущих, все равно остается определенный процент успешных сценариев. И данный сценарий мы опять же связываем с несколькими разными подходами. Например, с использованием стандартных векторов, личных взаимодействий, опять же, упомянутый мной телефонные звонки, соцсети, возможно, какие-то приходы на собеседование и уже взаимодействие, например, с хатхантерами, либо какими-то начальниками отдела лично, хотя, наверное, для какого-то внешнего атакующего будет достаточно затруднительно, либо, опять же, какое-то эмоциональное давление, которое мы, опять же, часто эксплуатируем в телефонных звонках и соцсетях. Начну, пожалуй, с как раз нестандартных подходов. Здесь, по нашей практике, любой отход от сценария, прислали ссылку с документным вложением, он работает практически со стопроцентным успешностью. Например, то, что мы называем игрой на ожиданиях, это рассылка фишинга под определенные праздники. Если кто-то из присутствующих здесь видел новогодний сайт информозащиты, который выпустили инфосек ААС с фотографиями, вот это, на наш взгляд, это отличнейший пример как раз этого фишингового сайта, потому что, во-первых, этот сайт не содержит типовых паттернов фишингового письма, то есть он стоит на стороннем домене, у него совершенно другое оформление, но при этом он привлекательный и он очень виден. Я так скажу, что коллеги у нас с нашей компанией спрашивали, наш отдел, не мы ли этот сайт сделали, не мы ли проверяем, как люди реагируют. Следующий вариант – это как раз сочетание с использованием сторонних приложений. То есть, грубо говоря, если мы рассылаем фишинговую ссылку не через почтовые письма, то это также дает практически 100% успех. Одним из наших сценариев, которые мы делали, был сценарий через мобильный телефон. Сценарий, на самом деле, несколько будет связан со сценарием первым, который сочетание различных атак, поэтому, возможно, немножко пересечения. Но в целом сценарий заключался в следующем, что мы нашли на внешнем сайте у заказчика, нашли уязвимость, которая позволяла отправлять пуш-оведомления пользователям, телефон, которых мы знали. Соответственно, мы сделали сценарий фишинга через пуш-оведомления. Мы по факту рассылали ссылки на наш фишинговый сайт, где, как правило, мы просим ввести пароль и учетные данные не через почту, а через пуши. И, как правило, мы рассылали достаточно короткому, по-моему, скопу людей. То есть, обычно там в конце у меня будет статистика по именно нашей рассылке. Но в целом, забегая чуть вперед, скажу, что чем больше скоп, естественно, тем больше людей вводят, тем больше шанс того, что люди введут. По маленьким скопам обычно результат не слишком удачный, но в данном случае мы получили, по-моему, 95-процентный успех перехода и ввода паролей. Как раз потому, что мы изменили наш сценарий с типовой рассылки на использование сторонних второв. Следующий сценарий – это как раз вариант, когда мы сочетаем атаку именно фишинговую рассылку, сочетаем с чем-то еще. Одним, опять же, сценарием практики, как, например, сочетаем с чем-то, что мы выявили в рамках внешнего пинтеста, либо какой-то, соответственно, другого тестирования. Как, например, вот, опять же, возвращаясь к первому пункту, у нас был сценарий, когда мы в рамках внешнего пинтеста выявили возможность управления официальным сайтом заказчика. Мы смогли получить доступ административный к нему. В данном случае мы фишинговые сценарии проводили через этот сайт. То есть, мы поднимали отдельную страницу фишингового, как раз на официальном сайте. В данном случае мы здесь тоже получили достаточно хорошие, очень хорошие результаты, как раз потому, что сценарий отличался от рассылки и тоже не содержал типовых паттернов фишингового письма. При этом, наверное, если, чтобы не особо пугать, по нашей практике можно посмотреть на то, вот это, кстати, на то, как у нас, на нашу статистику. Мы в рамках своей работы по социальной инженере собираем достаточно большое количество статистики, в том числе часть внутренней, часть которая открытая. И вот это вот пример той статистики, которую мы делали по одному из проектов. В целом видно, что здесь мы сделали рассылку примерно на 3200 писем, из которых у нас люди, в принципе, открыли письма всего 400 человек, из которых, ну, поясню, что сценарий здесь тоже был типовой с ссылкой на фишинговый сайт. Как раз по ссылке именно на фишинговый сайт перешло половину от открывших, а данные вели половину от перешедших. То есть, по факту, получается, что у нас в данном случае примерный процент успеха был всего 3%, ну, 3-4%. Порядка 4 человека из 100 достаточно небольшой результат. Причем интересно, что в некоторых случаях мы, например, получаем, когда нам люди вводят данные в фишинговый сайт, мы получаем, например, в качестве пароля обсценную лексику. Достаточно забавно почитать, бывает, что люди нам пишут в учетках пароль, когда они поняли, что это фишинговое письмо. Довольно-таки еще интересный момент, что иногда у нас получается, что, ну, не надо получается, что мы, в принципе, когда получаем данные от фишинговых рассылок, мы верифицируем, правильно ли нам ввели пароли. В некоторых случаях мы видели, что пользователи, например, пересылают друг другу фишинговое письмо с предупреждением, что это письмо фишинговое, ни в коем случае не открывайте, передайте его дальше. То есть проявляет в том случае ту или иную внимательность к тому, что это фишинговое письмо и стараются предупредить своих коллег. В целом, коллеги, наверное, это все. Как просто такой краткий итог скажу, что чем более нестандартный вектор, тем социальная инженерия, она работает, тем успешнее, что люди все равно склонны нарушать по нашей практике как корпоративной политики безопасности, так и слишком доверять людям. Поэтому как атакующих даже мы рекомендуем не забывайте проводить обучение, не забывайте учитывать, что атакующие могут применять совершенно те вектора, о которых вы даже не задумывались. Спасибо.